однако здравствуйте с вами камели мы продолжаем прохождение дизон орд первого дополнения the knife of downwall и в прошлой серии мы отбили нападение смотрителей на 20 сины на наше тайное убежище ну мы за как бы знали что дует его отобьет потому что в оригинале сонарде в дизон орде кокорбе когда здесь шел видел массу трупов смотрителей мы естественно здесь разобрались так сказать уже своими руками с ним смотрю что скажут а сусины а тех мы еще не убили понятно не разбили интересно интересно гордыня хим тебя погубила залит из place belongs to us again отлично господа у вас есть my fault отолк дамай лавы вы его хитин she wanted me to turn on you дилайла ты связалась не с тем ассасином иди в свой дом в брикмари но боже ребят ты не знаешь кто не навел меня на тебе о били здравствуйте вот мы вот ознакомились антеки у а плейс а муф туэрли и у артвы лайка хат били недоценить противника гораздо хуже чем переоценить делайла made contact with the overseers i thought between the three of us we'd have you dead to rights we can blame the zealots for that overseer hulme was too quick to move my life is yours now kill me or let me live если я не выберусь для тебя 1 да мы же ассасины по факту били наша ученица так что старайся лучше следующий раз в конце концов она не раз выручала нас а кстати вот если мы убивали крик крик эти ключевые целью чужой граус а она бы на нас скорее всего просто напала она бы не предложила себя убить все что она хотела было быть убийцей она смотрела тебя училась от тебя а потом она видела тебя потеряю твою грибу и решила убить твою грибу а теперь глобально она лимпит на улицах города она зарплатит на карантин она просит себя за свидетельствами плаги О, Корва. Ну и считай, что Микритрица действительно изменила Дауда. Все, это конец. Да, видимо, это конец. Идем начинаем второе дополнение, а именно Бригмарские ведьмы, да? Три миссии, миссии интересные, кстати, по дополнению мне вообще никаких нареканий нет, в отличие от самого Дизонорда, который меня там в некоторых местах не радует. Ну, как не радует, так слегка огорчал. По сравнению с тем, как он начинал, вот, то дополнение про Дауда первое, оно отлично шло, бодренько. Я думаю, в нем есть определенный нюанс, который стоит обсудить, но, опять же, это, я думаю, ставим на итоговое мнение, которое вряд ли будет слишком длинным, потому что я буду... Хорошую-хорошую игру, знаете, сложно делать большой обзор на хорошую игру, есть сразу, что не разбирать все механики и так далее, и так далее. Но я обязательно все, что думаю, я расскажу. Но потом. А пока мы займемся брикмарскими ведьмами и нам даем Делайли по лицу, надеюсь, вот этим сапогом Дауда. Это будет очень приятно и хорошо. Отлично, отлично. Да, мы в Морби и Си, классно. Так, новичок. Ветеран. Элита. Я сим-мастер. Ну, мы играем, кажется, на элите же, да? Так что, давайте. Да пофиг. Вещи Дауд. Вы потеряли покой с того дня, как убили императрицу Джессамину Коуден и помогли похить ее дочь Эмили. Почему оффсайдер заинтересованный в доволе? Это Горва? Да, это Горва, судя по всему. Интересно. Ну ладно, сейчас посмотрим. Но я знаю, что мир не пугает людей. Мы сделаем наши выборы и возьмем, что придется. И все остальное ввозь. Я не могу сказать, что я не предупрежден. Не могу сказать, что меня не предупреждали. Согласен с тобой, Дауд, согласен. Но, ой, 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 ой. Ну-ка. Я думаю, мы справимся, Дауд. О, нет, нет, я ассасин. Это... Это Корва? Корва, офигеть! Не верю, мы будем драться с Корво. Офигеть! Так, тихо, 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 что он сидит вообще? А, ему пофиг, понятно. Ну, давай драться, блин. А, он с ним... Ах, кто? Где он, блин? Какой-нибудь мы победим с самого себя, да? Не-не-не-не. Где он, блин? Ну, нас он должен развалить. Мы убили Корва Атана? Что? Что? Это был сон? Надеюсь, мы же не можем убить Корва, это же парадокс. Что это? Томас has returned with the information you requested. Это был сон, да? Но мы не убьем Корва. Ну-ка, давайте засейвимся, и я хочу вот посмотреть, что будет, если сейчас загружусь. Блин, ай, мучить заново. И сейчас загружусь, и попробую, как бы, умереть от Корва, убийца. То, что будет, что в этом случае будет? Мы все равно проснемся. Давайте сохранимся прям отдельно. Пожалуй. Теперь прерываем задание. Начнем, пробуем, новую игру начать. Одни скринь хаоса, да-да-да-да, мы все-таки переносимся. На элите, окей, окей. Чисто проверь, чисто проверь. Скоро нас развалит. Просто интересно, что будет, мы просто умрем или нет, и это будет тоже, как мы проснемся. Что-то статайдон understand the danger there is. Больно, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, ох, что расчехался на меня. Вич. Хе-хе-хе, как это изгал, да-удо выглядело, да-дам. Хоп, фурубился один, вырвался другой. Ассасин. Ну, да, видите, летают книги. Это явно не настоящий вид, а скоро, очевидно, мы не можем его победить. Посмотрим, просто есть ли у нас выбор, мне вот интересно проверить. Давай-давай, давай-давай. Да-да-да, добивай. Нам все просыпаемся, ну давайте загрузимся в наш сейф. Потому что, ну, мы сражались, как бы, мы во сне не проиграли корбо. О-май. Примечательные порты. Порты. Отрывок из описания портовых городов империи. Поттерстит, Гристаль. Небольшой городок, который славится радушием жителей и дивным элем. Рекомендуется посетить в месяц ветра, когда проводится праздник фашков. Дануэл, Гристаль. На описание столицы империи может уйти несколько томов. Если у вас есть деньги, в Дануэле вы познаете все радости мира, а в противном случае все мыслимые беды и несчастья. Если у вас нет связи в башне Дануэл, среди знатных семейств, в городской страже или речном патруле, советуем заблаговременно обзаветись всеми надлежащими разрешениями, иначе портовые власти конфискуют ваш груз, выдумав какую-нибудь нелепую причину. Колкини, Морли. И еще Морли. Хотя начальник порта, скорее всего, проявит большой интерес к товарам, которые вы перевозите, сам по себе город довольно приятный. Обязательно загляните в таверны на скале, где подают лучшую баранью похлебку на свете. Яро, Тиви. Хотя здешний студионный воздух с непривычки обожжет ваши легкие, вы оцените любезность жителей и уют таверн, согретых искусно украшенными железными печами. Вместе с тем, будьте осторожны с едой. Северные угощения могут расстроить неподготовленный желудок. Богатые аристократы сидят в тавернах бок о бок с простыми крестьянами, запросто болтая и хлопая друг другу по спине. Понять мировоззрение людей, выросших в этих суровых местах, непросто. Но если вы найдете здесь друга, это будет дружба на всю жизнь. Кулерос, Сирконос. В теплые месяцы здесь очень людно. Вы увидите едва одетых местных жителей и приезжих, чья кожа, скорее всего, окажется красной от солнца, которая по неведомым причинам в Сирконосе кажется больше и светит ярче. Еда в кулеросе служит великолепным образцом Сирконской кухни, а вокруг постоянно звучит музыка и танцуют веселые люди. Скрученные вручную сигары, которые продаются здесь, отличаются восхитительным ароматом, о котором в других частях империи можно только мечтать. Карнак, Сирконос. Жемчужина юга и край вселенной. Благодаря волне переселенцев из Морли, к интересу крупных торговых компаний из Дануэлла, в городе полно фабрик и заводов. В Карнаке постоянно рождаются новые идеи. Оригинальные музыкальные течения, головогружительные теории интерфилософии и даже экстравагантные блюда, сочетающие ингредиенты из самых разных культур. Жители Карнаки честным трудом зарабатывают свой хлеб и всегда радушно принимают благородные кости. Интересно. Так, о, оскверненные костяные мулеты. Это особые, усиленные костяные мулеты. Ищите, как я обычный костяный мулет, слушая их пение или используя взгляд бездны. Чтобы их надеть, выберите раздел журнала костяные мулеты. Интересно, что остуют искрененные мулеты. Плюсы. Когда вы неподвижны, враги не видят вас, если не сражаются с вами. Минусы. Маны не устала ума. Ай, прикольно, слушайте. Определенно вот это. Вот это. Вот это. Вот это. И вот там не может быть. Хорошо, да, понятно. Ага. Ага. Чуть подавления не сделать. Зло, я неинтересно. Интересно. Но у механики письмо отбили. Ну-ка. Даут. Не буду тратить время на извинения. Ты сам меня этому научил. Могу лишь сказать, что когда я оставил данную, мои мысли впервые в жизни обрели ясность. Как-то ты сказал, что подобные нам горят жарко, но быстро сгорают. Что у нас нет шансов начать жизнь заново. Что проводить дни и нежесть на теплом солнце не для нас. Но я знаю тебя, Даут. Ты откладываешь деньги. Так поступают люди, которые на что-то надеются. У тебя есть план. Есть надежда на новую жизнь. Именно это ты подарил мне, когда позволил уйти. Подарил то, что по твоим словам невозможно. И я этого никогда не забуду. Когда придет время, а оно придет. Надеюсь, и ты не упустишь свой шанс. Я оставил тебе одну книгу. Знаешь, мир очень большой. Куда больше, чем мне казалось. Есть много мест, где человек вроде тебя может обрести покой и исчезнуть для остальных. Билли. Ну спасибо, Билли. Спасибо. Так, значит еще что-то лежит, да? Ммм, Реденство и престола наследия. Ну, покатила масть. Просто начинаем дополнение с кучи текста. Как всегда. На случай политических потрясений предусмотрен ряд мер по обеспечению преемственности власти. Эти меры преследуют три цели. Первое. Сведение к минимуму вероятности переворота. В правительстве нет заранее определенного человека, которого во времена кризиса было бы поручено облачиться в матью регента. Вместо этого регент выбирается парламентским большинством. Это поможет избежать безвласти и помешает всякого рода заговорщику. Ну да, ну да. Предполагается, что законодательные органы обладают достаточной мудростью, чтобы видеть истинные намерения возможных узурпаторов. Второе. Обеспечение стабильности жизни подданных во время переходного периода. Переход. В эпоху междуцарствия, когда власть в империи принадлежит регенту, определенные категории законов и указов не могут быть изменены без одобрения парламентского большинства. Таким образом, в жизни народа не может быть резких потрясений, как во время правления регента, так и при воцарении на престоле законного наследника. Третье, и, пожалуй, самое важное, поиск достойного наследника. Чтобы избежать спешки и резких перемен, время регентства ничем не ограничено. История показывает, что торопливые решения приводили к большим страданиям и ужасным конфликтам. Когда достойный наследник будет найден и возведен на трон, все прочие чиновники и официальные лица должны склониться перед ним и оказать всевозможное содействие. Что опять же, логично. Так, кстати говоря. Одинничка, нет, единичка, двойка, двойка. Там стоит на пятерку, давайте. Это пусть будет на пятерку, на шестерку. Грубые костяные подделки. Отрывок из дневека. Честно, это Дауд написал или нет? Предположим, что, наверное, нет. Говорят, моя мать была ведьмой. Но истина, как часто бывает, зависит от точки зрения и положения в обществе. Да, мать умело готовила яды из редких трав и рыбы ежа, обитающей среди рифов Пандусии. Да, она силой или обманом вливала в людей зелья, что вызывали сильный галлюцинац. Да, в ее взгляде была сила, но это была ее собственная сила, а не дар чужого. Когда человек годами выживает в суровых условиях, а затем возвращается в стадо, который мы называем цивилизованным обществом, он не может не внушить страх. Моя мать умела многое, но я не помню, чтобы ее умения выходили за рамки порошков, спрятанных ножей и ловких трюков. В сказках для детей говорится, что некоторые из тех, кто несет на себе знак черноглазого ублюдка, могут перелетать с крыши на крышу, словно воробьи. Другие повелевают армиями крыс и ядовитых мух. Смотрители правильно боятся нас, правильно пугают простолюдинов, советую по ночам не выходить из дома и держаться вместе. Но есть и другие проявления его воли. Те, кто служат мне, получают часть моих способностей. Ага, понятно, значит это даудовский, что-то не-не. Ладно. Подозревают товарки Далины Копперспун точно так же получают часть ее силы. Еще есть те, кто умеет создавать руны и амулеты. В городе есть одна старуха, ее называют старой ветошью, которая делает резные фигурки из китовой кости. Она связывает их вместе и вливает в них силу бездны, пока они начинают стонать, как организирующий больной. Я нашел несколько ее талисманов и, касаясь каждого из них, чувствовал, что прошечная часть меня отрывалась и перемещалась с нее. Что получила она? Долгую жизнь? Какую-то иную неведомую мне силу? Даже не представляю. Я знал четверых, отмеченных знаком чужого. Я видел десятки тех, кто мечтал об этом знаке. Видел тех, кто ночами напролет стоял в золотлых прудах или валялся в кладбище низкой пыли. Некоторые живьем потрошили животных и сжигали человеческую плоть, считая, что так они призовут бездну. Однажды я встретил умирающего, который много лет собирал руны и амулеты. Он истолок их в порошок и съел его, воображая, что получит магию амулетов. Его смерть была долгой и мучительной. Я знал женщину из Карнаки, которая скупала амулеты, ломала их на части, а потом собирала снова и продавала. Я купил один из ее восхерненных амулетов, который, как она сказала, заставит металл ломаться при соприкосновении с моей кожей. Она не соврала. Но каждый раз, когда это происходило, один из моих зубов чернел и выпадал. Лишившись третьего зуба, я отдал амулет одному из своих людей. Сейчас, глядя на его беззубую улыбку, я могу лишь догадываться, насколько покрытый чернотой его внутренность. Порой я спрашиваю себя, смог бы я внушать такой страх без этих даров? Называли бы меня клинком Дануэлла, произнося это прозвище почтительным шепотом на улицах и рынках, в высоких кабинетах и роскошных гостиных. Надеюсь, что да. Хоть это и не важно. Пока я нашу этот знак, я буду использовать любые возможности, чтобы прогнуть этот мир под себя. Это не так трудно. Куда труднее исправить однажды содеянное. Ну ты, дауд, конечно, Наполеон, Наполеон. Так, где там под нами руна? Позрадим Дануэлл. Думали, мы тут так легко уйдем, да? Отрывок из листовки «Выпущенная вся из чумой». Дануэлл. Средоточение власти над всем цивилизованным миром, столицей империи, великий город, которым мы все гордимся. И какие-то жалкие грызуны поставили его на грань гибели? Посмотрим правде в глаза. Наш славный город превращается в руины. И единственными пригодными для жизни домами остаются поместья тех, кто достаточно богат, чтобы отгородиться от этой суровой реальности. Но город умирает, если в нем останутся только знатные толстосумы и их жалкие лизоблюды. Даже если чума завтра исчезнет в Дануэлле, не найдется достаточно взрослых, здоровых и трудолюбивых людей, чтобы восстановить нормальную жизнь. Мы должны привлечь в город новых жителей, а для этого необходимо развеять пелену страха, которые окутали город нынешней власти. Друзья мои, лорд-регент и его прихлебатели вредят городу. Ответственность ложится на нас. Мы должны одолеть и чуму, и тирана. А затем мы затворим третье чудо. Закрутим гайки для богатеев и заставим их отдать долг городу, которому они обязаны всем. Да, таскать камни и доски будут бедняки, но именно богатые будут оплачивать восстановление Дануэлла. Все эти меры необходимы, чтобы вновь запустить заглохшую машину коммерции. Иначе все мы погибнем, а величайший город нашей эпохи превратится в руины. Интересно, зачем этим, зачем это авторство на записку? Так, ну а Син все хорошо чувствуют. Томас. А у нас Син был Фишер, доктором призывали. Стоять. Еще записки, да? Про пятка Гальвани. Прошу. Чик-чик. Смола Гальвани. Метафизическое мистерие. Или мистерие. Отрывок из запрещенного труда в оккультных ритуалах. Говорят, нам не следует оскорнять себя и иметь дело с силами бездны. Братья считают мои опыта иеретическими, но мне удалось достичь поразительных результатов. Я могу починить те же силы, что доступны чужому и его проклятым приспешникам, сохраняя при этом чистоту и непорочность. В этом сочинении я опишу открытый мной двойной метод, на красочетании. Опосредование. Поскольку неправедные силы чужого используют живую плоть как проводник, мы можем избежать скверны, используя плоть других. И сдерживание. Строй каналы и барьеры, мы можем заполучить энергию бездны в чистом виде без посредства чужого. Так что он не сможет ее запятать. Интересно, интересно. Так, меч, арбалет, руна. О, прикольно, такой замок, да, для арбалета. Руна, пригодится. И меч. Через меч, наверное, со смещенным центром тяжести, да? О, это что-то новенькое. А это что такое? Вы делитесь своими умениями с ассасинами. Перенос живучесть. Притягивание с гипремией смертельной оттень. Логично. Притягивание. На расстоянии притянуть недушленый предмет. Предмета сразу применяется или складируется. Вот существует мертво от тела. Ну, посмотрим, посмотрим. Живучий скачание вирус смысла. Вот нам нужно из-за времени качнуть на второй, а потом можно тайны вуд скачнуть на второй. Так, наши планы. Больше книг, больше книг. Очень много книг, что делать? Что вам делать? Очень много книг. Пока не говорим с Томасом. Китобои. Отрывок из статьи об организованной преступности. Господин преклонного возраста утверждает, что его брата похитили так называемые китобои. Печально известная банда, которую руководит некто Даут. По словам Питера Мацельда, его брат Рейдов гордился участием в союзе ответственных граждан, учрежденном главой королевской тайной службы. Рейдов не видел стыда в том, чтобы сообщать о подозрительных делах конкурентов. Возможно, это и навлекло на него беду. Вечером шестого дня месяца тепла, Рейдов ворвался в дом Питера. Он был белым, как мило, и дрожал от страха. Задыхаясь, он сообщил брату, что с ним гонятся бандиты в кожаных костюмах и дыхательных масках, похожих на те, которым пользуются рабочие на жироварнях. Питер предложил брату поужинать, а глубокой ночью распрощался с ним и отправил домой. Больше Рейдов никто не видел. Мы это читали, да. Остров Сирконос. Кажется, это тоже читали, да? Про Карнаку, про гостеприимство, теплое солнце, танцы, пираты. Да, карты читали. Ну что, это может читали тоже. Так, ну, здесь еще одна руна где-то лежит, ну, два, поговорим с Томасом. Лиз Страйд, это не та, которая была первым дополнением. Логично, интересно, он в белом наряде. Особенно какой-то. Или я должен ждать? Остаемся. Мне нужно еще найти вторую руну, которая здесь есть. Это все есть вроде хватает всего интересного. А блин. Фигайся подобрал, шлеп, конечно. Как будто допустил он. Опа. Воодушевляет своих людей. Хорош. Ах, еще книги. Отрывок из уличной брошюры в сенсационных красках, описывающий встречу с Ассином Даудом. Добрый читатель, ты не напрасно потратил деньги, потратил деньги. То, что ты прочтешь здесь, однажды может сохранить тебе жизнь и рассудок. Никто из тех, кто встречался с клинком Дануэла, не выжил. До этого дня. Закатное солнце заливало небо кровавым светом, в котором до мельчайших деталей были видны благородные контуры бойни Ротфельда. В воздухе стоял запах крови. Крови людей и китов. Из закатокомб выполз Дауд. Его тело было покрыто ранами. По нему ползали мерзкие гады, которые вызвали бы омерзение у обычного человека. На земле простиралась его длинная тень, которая ясно говорила, кто он. Рогатая тварь, окутанная смарадом ереси. Дорогой читатель, словами не описать отвращение, которое вызывала эта фигура. Несомненно, моим глазам предстал колдун из бездны. До меня доносились стоны умирающих рабочих. Он прошел мимо них, но даже не повернулся в их сторону. Воистину, его сердце холоднее девианского льда. Вместо этого он издал свиреп и победный рев. Ужасный звук, который выше по остатке жизни из несчастных рабочих. А затем устремился прочь, прыгая с крыши на крышу. Я уже думал, что на этом все кончится, когда услышал музыку. Металлический звук шарманки смотрителей эхом разносился по ближайшим переулкам. Я понял, что вот-вот состоится схватка. Лишь чувство долга перед павшими жителями Дануэлла помогло мне не поддаться страху. Я придвинулся чуточку ближе, чтобы видеть происходящее. Бравые смотрители схватили одного из подручных Дауда. Этот человек, Дауда, этот человек, из-за толстого корного костюма китобоя, я не видел, мужчина это или женщина, лежал ничком, связанный прочными веревками. Смотрители окружили его плотным кольцом, но такое их расположение лишь приблизило страшную развязку. Дауд упал с неба, словно коршун, клянусь своей душой. Не проронив ни звука, он скользил между ними, и первым, кого постигла смерть, стал шарманщик. Дауд попросту оторвал ему голову. Жалобная песня оборвалась жутким аккордом. Затем я увидел, как самый страшный и знаменитый ассасин нашего времени превратился в вихрь из кожи, металла и крови, который легко отражал клинки и даже пуви. Последний смотритель, очевидно потрясенный тем, как легко злодей расправился с его братьями, упал на колени, моля о пощаде. Дауд прошипел одно единственное слово, самый звук которого заставил мои внутренности перекрутиться. Смотритель завопил, словно умалишенный, а съема маска треснула пополам, как под ударом гигантского зубила. И поток крови, хлынувшей из трещины, залил в сапоги Дауда. Тут я закрыл глаза, не имея сил лиц зарядь подобную жестокость. Я надеялся лишь, что если этот грязный еретик меня заметит, моя кончина будет быстрой. Но когда я открыл глаза, Дауда нигде не было. Клинок Дануэлла навсегда ушел из моей жизни. Внимли моему предостережению, добрый считатель. И если ты, или тот, кто тебе близок, увидите нечеткую тень, упавшую на землю, или услышите наносящиеся с крыши звуки, похожие на черные слова, бегите. Бегите, что из духа. Интересно, реально видел Дауда или нет? Просто явно преувеличил работу нас. Потому что мы обычно, ну, не отрываем голову. Мы их можем срезать, но отрывать? Нет, нет, нет. Так, 2 из 2 рун. Поэтому ты меня не выпустишь, да, отсюда, родной? Да, никак нет. И давайте, наверное, там заканчивать, и будем отправляться в Колтридж, за нашим. Они говорят, что он позволил Ротвайлд жить. Да, да, да. Ребята. Кстати, говоришь, что Синскар? Акила? Ну, посмотрим. Да, давайте нам заканчивать. У нас была читательная серия такая, весьма много информационных. Как-то просто было в начале первого DLC, в начале игры. И, наверное, будет в начале второго Dishonored. В общем, будем посмотреть. С ними я с вами прощаюсь. Блин, Дивник Томаса, который мы еще не читали. Ладно, давайте почитаем его в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok